Привет зрителям канала сайта RootNation.com Это вторая часть обзора Samsung Galaxy S7 Edge В которой мы поговорим об автономности, о производительности, о камере этого телефона А также подведем некоторые итоги Да, еще я наверное расскажу какие функции TouchWiz мне понравились И я нашел для себя полезными в новом телефоне от компании Samsung В Galaxy S7 Edge использован сенсор производства Sony IMX 260 По крайней мере в моем экземпляре также есть модели в которых используется проприетарный сенсор Samsung Который тоже 12 мегапиксельный Но узнать о том какой у вас сенсор вы сможете только при помощи специального ПО например AIDA64 В общем сенсор использован в моем случае Sony 12 мегапиксельный Перед ним стоит объектив, который имеет фокусное эквивалентное расстояние от 26 мм И светлую диафрагму f1.7 Также все это дело оптически стабилизированное Рядом с камерой расположена dual-tone вспышка А под ней кстати это не вторая вспышка, а датчик измерения пульса Фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей и обладает широким объективом В седьмом поколении своих устройств компания Samsung поставила сенсор на 12 мегапикселей Что по сути дела является даунгрейдом по сравнению с шестым поколением Однако я не думаю что пользователи это заметят Вот что они действительно заметят, так это лучшее поведение в плохом освещении Даже, честно сказать, в полумраке S7 снимает очень достойно У этой камеры действительно есть всего лишь такой один явный недостаток Который кстати, пока я вот пишу этот обзор, был вроде бы исправлен в обновлении Которое к сожалению я еще не получил Об этом недостатке я чуть дальше расскажу Но давайте быстренько пробежимся по интерфейсу камеры Само приложение будет знакомо всем обладателям предыдущего S6 А также Note телефонов Это приложение фирменное от Samsung камеры Оно очень функциональное В нем все настройки очень хорошо эргонометрично расположены Слева у нас есть разные эффектики Можно включить режим HDR как для видео, так и для фото Я его все время держу в режиме авто, потому что так получаются самые лучшие результаты Можно сделать отложенный затвор, можно включить и выключить вспышку Также можно управлять разрешением Как мы видим вот 12 мегапикселей И здесь у нас соотношение сторон 4 на 3 кстати Если вы хотите снимать 16 на 9 в широком формате, то вы потеряете еще чуть-чуть разрешения И файлы будут либо 3.7, либо 9 мегапикселей Не советую переходить в эти режимы Но если вдруг вам надо, вот пожалуйста, здесь есть такие возможности Перейдем в настройки В настройках у нас есть возможности записи видео Камера поддерживает аж формат записи до 4K 2K Дальше есть Full HD до 60 кадров в секунду и обычный Full HD И остальные форматы, которые я лично не вижу смысла сейчас в наше время использовать Но они тем не менее есть Камера поддерживает Motion Photo Это манер живых фотографий от Apple Только там, если живые фотографии отживают при нажатии 3D Touch Или Force Touch на Mac То здесь надо нажать будет кнопку Play Что не очень удобно и интуитивно Но вот в настройках запрятана такая фича Если вы хотите, ваши фотографии будут наподобие живых в Apple А вот следящий автофокус запрятан почему-то здесь Он используется, если вам надо следить конкретно за каким-то объектом Скажем, у вас какое-то спортивное мероприятие Или, возможно, собака или какое-нибудь животное Просто очень быстро перемещается в кадре Можно поставить следящий автофокус за ним Просто тапнув по нему на видоискатели И автофокус очень хорошо будет следить за его перемещениями Я, в общем-то, был очень доволен результатами Дальше у нас есть видеостабилизация Вот это, кстати, очень тонкий момент Дело в том, что сенсор оптически все время стабилизирован при помощи объектива И эту стабилизацию выключить нельзя Ни для видео, ни для фото Но есть еще дополнительная видеостабилизация При этом картинка обрезается слегка И в дополнение к оптической вы еще и получаете цифровую Не знаю, нужно ли это вам будет в целом Но если у вас совсем прям такие трясущиеся руки То можно будет пожертвовать некоторой частью кадра Я покажу, как это выглядит сейчас на примерах Роликов, записанных со стабилизацией и без И вы увидите, что я лично для себя не нашел смысла Держать вот эту стабилизацию И еще и цифровую, включенной поверх оптической Постоянной на сенсоре Но можете принять решение для себя Я держу это выключено Это пример видео с Galaxy S7 Edge При включенной цифровой стабилизации Поверх еще и оптической Заметно, что сам захват То есть охват видео Стал немножко уже Сам угол обзора И стоит нам ее выключить Вот сейчас в следующем ролике Я ее выключил Вот так Как видно, что картинка старая лоши Я бы не сказал, что прям такая драматическая разница В качестве самой стабилизации Как я и говорил ранее Оптическая стабилизация не выключается И работает постоянно Методы съемки Вот это интересный момент Вы можете голосом управлять Камерой Сказать ей, например, чист Или улыбнись Или снять Или начни снимать видео И она начнет это делать Правда, нет голосовой команды для остановки записи Но, тем не менее Предпросмотр фотографий Можно включить Если вы хотите После кадра Видите результат сразу же Быстрый запуск По двойному нажатию на клавишу Домой Из любого состояния Телефон всегда запускает камеру И возможность съемки в RAW Если вы умеете Редактировать файлы Матрицы Не в формате JPEG А в формате DNG То смело включайте эту функцию Я уверен, вы знаете, что вы делаете И вы, возможно, получите Гораздо более лучший результат Чем JPEG Движка С Samsung Теперь поговорим о режимах В камере Режимов много Причем их можно еще и доставлять Вот я доставил внизу 3 Из фирменного магазина Galaxy Apps Здесь у нас есть авторежим Который, собственно говоря Самообъясняющийся То есть просто нажимай кнопку и снимай Прорежим Прорежим, в котором можно Можно задавать Как я ранее говорил Способы фокусировки центра Или Мультизона Где можно самому задавать Себе Режимы Цветовой температуры ISO Можно скорость затвора управлять Можно Выставлять фокус Авто А можно им лично управлять Вот даже есть такой Некоторый Зум, как видите Довольно удобно И, в общем, это, в принципе Такое полноценное Про Приложение для Людей, которые Снимают в RAW Скорее всего Они будут снимать Вот в этом режиме Дальше у нас есть Режим Избирательного фокуса В котором Вы выбираете Фокус на фотографии После того, как она сделана Есть Режим Панораме В котором Привычным действием Можно снять Широкий снимок Просто проведя Телефоном По линии горизонта И Таким образом Получить широкий Панорамный снимок Есть Видеоколлаж Когда Вы можете Сделать Четыре видео Играя В воспроизводящиеся Одновременно В такой рамке Наподобие Плиток из Windows Live Broadcast Это режим, который Позволяет вещать Прямо на свой YouTube канал На манер перископа Слоумоушен записывается В 720p При частоте кадров В секунду 240 Качество очень хорошее На мой взгляд Гораздо лучше Чем в Apple iPhone Оно более четкое И в iPhone Если 720p Выглядит как будто 640p Была чуть Чуть просто поднята В качестве Здесь по-моему честные 720p Виртуальный кадр Который позволяет Снять объект С нескольких Ракурсов А затем при помощи Гироскопа в телефоне Управлять этой фотографией По-моему даже прикольнее Чем живая фотография Потому что можно С вами лично рассматривать Объект с разных сторон Режим съемки еды Когда Центр остается Ну или центр А точка Которого вы окажете Остается четко И все остальное Размывается На манер Больших зеркалок И немножко Так поднимаются Цветовая насыщенность И Четкость В этой зоне Довольно прикольный режим Если часто снимаете Еду Или вообще даже Какие-то мелкие объекты Рекомендуем пользоваться Он напоминает Такой продвинутый макро Режим Hyperlapse Который позволяет Снимать Собственно говоря Hyperlapse То есть вы снимаете Какое-то место Или что-то Снимаете какое-то видео И оно потом ускоряется И превращается в Hyperlapse А вот эти режимы Которые я загрузил Двойная камера Прикольный режим Мне понравился Можно одновременно Писать видео И с фронтальной И с задней камеры А потом После записи Уже можно переключаться Между ними Или делать основным Которое было с задней камерой Или делать основным То, которое было с передней И они воспроизводятся Так как окно В окне Задняя камера Селфи Тоже полезный режим Если вы снимаете себя На заднюю камеру Вы просто выставляете Где будет область Вы просто выставляете Будет Где область вашего лица Должна появиться В итоге в кадре И как только вы на себя Направите камеру Телефон сигналом Просигнализирует Что вот ваше лицо Попало в этот В эту зону И сейчас будет Сделать снимок Режим снятия гифки Тоже мне понравился Я доставил с магазина В котором можно Снимать гифки Сразу же И сразу же Они готовы Чтобы запустить их В сеть Это все что касается Режимов камеры Galaxy S7 Edge Само качество Меня приятно впечатлило Мне очень нравится Как снимает эта камера Автофокус просто невероятно Быстрая технология Dual Pixel Работает на ура Говорят что она Позаимствована У Canon Но у Canon Есть действительно Такая похожая технология Они ее запонятовали Поэтому не знаю Как это было решено Неформальности Но вот в S7 Работает просто отлично Сейчас я покажу Пример ролика Записанный на S7 В котором я могу В принципе уже Обозревать вещи Просто используя S7 В качестве Своей основной камеры Также в этом ролике Вы увидите Основная претензия К геометрии Этого объектива То есть И даже не знаю Может сейчас видно В камере присутствует Некоторый дисторшн Пожалуй наверное Это один из самых Ярко выраженных Недостатков Этой камеры И вот Здесь есть Такое Небольшое вздутие Последний апдейт Который вышел На момент записи Этого обзора Но я его еще не получил Говорят исправил Это для фото Не знаю исправлено Это для видео Но вы сами для себя Можете решить Насколько это для вас важно Я это смертельным Не нахожу По-прежнему Можно делать Отличные кадры И это искажение Будет заметно Очень ярко Только на каких-то Правильных линиях Или архитектуре Примеры снимков Ищите в описании Внизу Где я постараюсь Приложить Как можно больше Кадров с этой камеры Но в целом Мне все очень нравится Отлично напишет Как видео Так и снимает фото И я камерой S7 Edge Очень доволен Итак это попытка Использовать Galaxy S7 Edge В качестве камеры Для обзоров Здесь мы можем протестировать Как у нас получается Звук По поводу До самого изображения По мне так все отлично И камера Подходит для обзоров Потому что как видите Она молниеносно Фокусируется На объекте О котором вы говорите Или который вы показываете В камеру И можете делать это С какой угодно Скоростью Она совершенно не потеряется Есть два режима фокуса Мультизона Это когда вот Много точек Используется в этой области Или центр То есть центр вообще Работает молниеносно Он точно знает Что объект надо искать Только в центре И перестраивается Просто супер скоростью Сейчас я Записываю В 1080p С частотой Кадров 30 кадров Секунду И я установил Затвор вручную То есть это Ручные настройки У меня стоит 1,6 секунды У меня Установлена Цветовая температура Баланс белого 4700 Кельвинов Что соответствует Моим лампам Дневного света Автофокус Как вы видели На авто И режим Режим цветовой Профиль Который насыщенный Ну с цветовыми Профилями Можно экспериментировать В зависимости от того Какие вы хотите Получить Но как видите В тех же самых условиях Которых я пишу Обзоры При помощи своей камеры GH4 Вот можно в принципе Обходиться Даже сейчас Смартфоном Galaxy S 7 Edge Ну а теперь о главном О геометрических искажениях Как вы видите У меня вот Замечательная Такая здесь Дуга Образовалась В макбуке Он не вздулся Это просто геометрические искажения Камеры Galaxy S 7 Edge Не камеры Вернее А его Объектива И с этим Ничего не поделаешь Сам характер Довольно сложный Для исправления Софтового То есть надеяться Что это софтом поправит В принципе можно Но им надо очень задаться Потому что Как видите Сама волна Она такая В виде усов То есть она вот здесь поднимается И здесь более ровно становится Просто обычно Засунуть это в Lightroom Или в какой-то другой редактор И попробовать исправить Бочку Обычными средствами Вряд ли выйдет Потому что Вот такой нелинейный характер Этих искажений Однако Если вы снимаете людей А не постоянно ровные линии Или дома Или архитектуру Профессионально То Человеческому лицу Или не совсем человеческому Это вполне может даже Польстить То есть учитывая Такое искажение В центре кадра То лицо Оно должно стать Гипотетически Уже Этого очень не хватает В новых Nexus Жаль, что это вырезали И Слава Богу Что в Samsung Все же Решили оставить Беспроводную зарядку Да еще и сделали ее Быстро Что очень круто Поэтому два разных способа Чтобы заряжать телефон За первые 30 минут Он заряжается на 50% Через кабель Если вы используете Быструю зарядку Кстати Даже Exynos Версия Работает по Притаколу Qualcomm Quick Charge 2.0 И моя Quick Charge 2.0 Зарядка Вполне Заряжала Быстро Мой S7 Edge В плане того Как он себя ведет По автономности У меня Только положительные Ощущения В основном У меня получалось Сутки И еще немного Светового дня Скажем Сутки 12 часов Сутки 8 часов Но в целом Практически 2 дня И при этом Он выдавал 5-5,5 часов экрана Иногда 4,5 часа Экрана В зависимости от нагрузок При этом Я совершенно Пользовался телефоном Как мне хотелось Играл на нем Снимал кучу фото Видео И Очень Очень уверенная Автономность Получилась У Galaxy S7 Edge Поговорим Производительности Samsung Galaxy S7 Edge Здесь у нас Не все просто Телефон Есть в двух вариантах Есть Версия на Exynos Которая Поставляется В Европу И В Канаду А есть версия Которая Работает на Snapdragon 820 Она Разделана для Китая И для Америки И У меня Как вы видите Версия на Exynos То есть у нас В 8 ядер 4 ядра Cortex-A53 На 1,6 ГГц И 4 ядра Exynos М1 По-моему называется Mangoes На 2,6 ГГц То есть серьезные Такие 4 ядра Рабочие Также В Galaxy S7 Edge 4 гигабайта LPDDR4 В чем же отличие Между моделями На Exynos И Snapdragon 820 Snapdragon 820 По идее Обладает лучшим GPU То есть графически Он мощнее Не думаю Что это будет заметно В реальной Повседневной жизни Игр будет Одинаково быстро идти Как на версии Exynos Так и на версии Snapdragon 820 Но где-то на 10-30% В зависимости от задачи Будет лучше производительность У Snapdragon версии В 3D Однако Автономность И вообще общая работа Запуск приложений И всего-всего Судя по тестам В сети Лучше у версии На Exynos Также В Exynos версии Используется Аудиоконтроллер От Wolfson Который считается В общем-то лучше Хотя Я не меломан Я не смог оценить Ценности Наличие Вольфсен здесь Как по мне Телефон звучит очень хорошо И Эквалайзер Позволяет настроить Все звучание Очень гибко Но я уверен Найдутся люди Которые ценители звука Которые могут Быть недовольны Этим телефоном Но я Повторюсь Я не могу объективно Это оценить Я не такой уж Великий ценитель звука Из мобильных устройств В общем Все что я здесь Буду дальше рассказывать Естественно касается Только версии На процессоре Exynos В плане производительности Как по мне Телефон абсолютный монстр И Все Бенчмарки Выдают Исключительно Выдающиеся Результаты Вот мы видим 3D Mark Самый навороченный Выдает 1887 баллов Когда все остальные Устройства тут Еле-еле пыхтят Вообще На этом тесте ES31 На ES3 Вот Он выдает В два раза больше Чем стандартные Раньше Устройства выдавали Ну Этот Unlimited вообще Зашкаливает Потому что он 720p Отличные показатели Скорости Внутреннего Накопителя Для рандомного Чтения И рандомной записи Но это традиционно Для устройств Samsung Они уже давно Перешли на Довольно быстрый тип Флеш памяти Также Antutu Зашкаливает Один из самых Высоких результатов Что я вообще Когда-либо видел GFX Bench Тоже выдает Отличные результаты Как мы видим Тестер X Который является В общем-то Необходимым Минимумом для всех Android игр Выдает 51 кадр На нативном Разрешении Даже Тесты ES3 Как мы видим Выдает в принципе На нативном Разрешении До сих пор Играбельные 26 кадров В секунду Но вполне приемлемые И в целом Вообще результаты Несмотря на то Что вроде как Версия на Exynos Слабее в 3D Я считаю Очень адекватными Octane Google Octane Зашкаливает Тоже Я таких цифр В нем Никогда не видел Вот Что подвел PCMark PCMark Показал меньше Чем По-моему Motorola X Style Что меня вызывает Подозрение Тест вообще Очень странный Иногда цифры выдает И Вот кстати Можно заметить Клевую фичу TouchWiz Он умеет Делать скриншот Который во всю длину То есть если вы знаете Обычный скриншот Берется только С этой части Но TouchWiz Можно сказать Типа А проскорль ко мне вниз И сделай такое большое полотно Поэтому если у вас Когда-нибудь возникнет Желание Распечатать свой Инстаграм фит Скажем на туалетную бумагу То при помощи TouchWiz И встроенного скриншотера Можно это сделать Отвлекся я от производительности Опять же великолепные Цифры для Geekbench Которые кстати Наконец-то Приблизились К цифрам iPhone 6s По крайней мере Что касается одного ядра В плане игровой производительности Также я Слышал Недовольство Многих Обозревателей Что Galaxy S7 Edge Как-то не справляется С игровыми Нагрузками Но все игры Которые я запускал Из этого списка Поскольку Поскольку Я здесь их могу Показать Работали прекрасно При этом нагрев Находится в очень адекватных Рамках Телефон никогда Не пересекает 38 градусов Дизайн тепловых трубок Похоже способствует этому И супер горячим Galaxy S7 Edge Никогда не становится У меня не было Никаких проблем С частотой кадров Во всех этих играх Которые здесь вы видите Также интересная фича Это Самсунговский Game Launcher То есть Сам Game Launcher Я лично Полезным не нашел Он Как бы такая В общем-то По сути дела Папка В которой хранятся Все ваши игры Если у вас нет желания Делать эту папку самому Или делать рабочий стол Как я делал И Он позволяет Выключить Например Уведомления Никогда не будет приходить Когда вы играете Глобально Так сказать Он также позволяет Настроить Настроить Производительность Да Настроить производительность Где Задать Типа Жесткие ограничения На ресурсы для игр Опять же Я тоже не нашел в этом Никакого смысла Зачем Делать Производительность Игр хуже Для экономии Заряда Только лишь бы поиграть В общем странно Странная вещь И поэтому сам Game Launcher Я обычно выключаю Но в то же время Game Tools Я продолжаю пользоваться Они очень полезные Это такая При запуске игры Появляется такая Вот Небольшая Маленькая Точка Которая Позволяет Позволяет Заблокировать Например Кнопки Кнопки Назад И домой Для того чтобы Случайно их не нажать Позволяет Выключать уведомления Если они вам не нужны В этот момент А также она позволяет Свернуть За коим-то С делом Эту игру В такой маленький Кружочек Который плавать будет Не знаю зачем Можно просто Многозадачностью Воспользоваться А также позволяет Сделать скриншот И самое главное Она позволяет Записывать видео Она позволяет Не просто так А вы это можете Полноценно стримить То есть здесь вот Я выбрал например Свой аватар Но вместо аватара Можно выбрать Чтобы изображение С фронтальной камеры Вместо него показывалось То есть можно Полноценные стримы Записывать на Galaxy S7 Edge Выкладывать Сети Также можно Добавлять Звук с микрофона Встроенного В S7 Edge Наверное можно использовать И гарнитуру Я полагаю Однако довольно сложно Это смешать С звуком из игры То есть если звук Становит слишком громкий Вас не слышно Если вы используете Гарнитуру Получается слышно Только ваш голос И опять же не слышно Игровых звуков Или можно просто Игровые звуки записывать Тут же можно выбрать Разрешение Я писал до 1080p Никаких отличий В плане тормозов Или там какой-то Отзывчивости устройства Я не заметил Или большего нагрева То есть Galaxy S7 Edge Справляется спокойно С любой игрой В моем случае И спокойно записывает При этом Стрим этой игры Хотя как по мне Битрейта немного не хватает Опять же 6 мегабит в секунду Это маловато И если сцены Какие-то слишком динамические Они все-таки Раскладываются на кубики Но Опять же Это мобильное устройство Которое умеет делать Такие клевые штуки И я считаю Что это очень круто Поэтому в плане Нагрева И производительности S7 Edge Просто абсолютный монстр И лучшее Что у меня было За последнее время Реально У меня вообще Нет никаких претензий К производительности А что касается Просто скролла Рабочих столов И там просто Работы с интерфейсом Я вообще не думаю Что это смысл Есть какой-то показывать При наличии такой Мощности Когда это устройство Умеет запускать игру В нативном разрешении И еще записывать Сверху стрим Игры И стрим с фронтальной камеры То есть как бы Это я уверен Показывает Насколько мощный Девайс получился Galaxy S7 Edge Нужно конечно Пару слов сказать По поводу Основной Отличительной Программной Фишки Связанной С гранями Edge Они не только эстетически Красивые И прикольные И вызывающие много восторгов У прохожих Но они еще и пытаются быть Полезными В плане того что Samsung сделал Некоторое Софтверное такое Решение Где позволяет Вот эти вот Самые грани Использовать Для разных Вещей Это может быть Какой-нибудь Новостной Фид Или там Переключение профилей В зависимости от того Где вы находитесь Какие-нибудь Например Погоду Можно посмотреть Результаты игр Спортивные Акции Можно посмотреть Вывести Например Какое-то Действие Скажем Сделать селфи Или добавить Какую-нибудь Задачу в календарь Или Написать сообщение Контакту Можно Вызывать Компас С линейкой И Можно вызывать Какие-нибудь Ваши любимые Приложения А также Контакты Сама панель Настраивается То есть Можно выбрать Откуда она запускается С какой точки Слева Или справа Например Поставим ее направо Также можно Прозрачность Ярлычка Выбрать Например Если она стоит На ноль То у вас Справа Появляется Ярлычок Который В общем-то Вызывает Эдж Функции Очень полезная Функция Линейки Если вы вдруг Встретите Обладателя Айфона Линейка Вам очень пригодится Вы можете с ним Помериться Собственно говоря Можно просматривать Акции То есть Выглядит она как-то Прикольно конечно В принципе Я ничего не имею против Этой фишки Она клевая Но я постоянно забываю Что она там есть Если бы А вот этот вот Ярлычок там оставлять Мне как-то он Глаза мозолит Не нравится Когда он там торчит Какое-то непонятное что-то Поэтому Я обычно Делаю Ярлычок Прозрачным Вот так То есть Он как-бы там есть И как-бы его нет А потом забываю Была получена И не пользуюсь совершенно Эдж функциями Поэтому я в основном Эдж функции Держу выключенными А также Есть Эдж фиды Где можно там Пропущенные Вдомления смотреть Тоже очень полезно Но я опять же Этим всем не пользуюсь Эдж лайтнин Это когда У вас телефон Лежит экраном О господи Вниз То вот эта вот грань Будет светиться В соответствии С цветом Контакта Который вы назначите Я вообще никогда Телефон экраном вниз Не кладу Поэтому я точно Не пользуюсь Этой фишкой Единственная фича Которой я пользуюсь В плане грани Совершенно не связана С Именно Эдж фичами Она связана С другой функцией Постоянно включенным Экраном В Новом поколении С7 и С7 Edge Появилась фича Когда У вас на экране Может быть постоянно Либо часы Либо календарь Либо просто картинка Что вы настроите Но оно никакое неактивное То есть оно вот просто показывается Все время Жрет батарею кстати Не так сильно жрет Но жрет И Вот собственно говоря Выглядит футуристично То есть все время Показывает время Если у вас нет часов И вот принципиально Не хотите Новые смарт-часы Например S2 Gear Или как там они называются От Samsung Или какие-нибудь Android часы И все время Проверяете время на телефоне То вот это полезно Но с другой стороны У Motorola Например Эта штука более Практичная Она круче реализована Там можно Выводить всякие уведомления От сторонних приложений Здесь же только От встроенных пакетов Можно получать Уведомления Поэтому я пользуюсь Ей очень умеренно То есть я не пользуюсь Самим Активным экраном То есть Always On экран у меня Выключен Но Я использую Функцию Ночных часов В этот момент В определенное время То есть я задаю С 12 ночи До 9 утра И В это время Когда я блокирую Телефон У меня Справа здесь Появляется Время Время В которое отображается На грани Которое очень хорошо видно В темноте Но В дневной При ярком свете Его не видно практически Поэтому я не имею Ничего против Совершенно Эдж панелей Они прикольные Я уверен Много народу найдет Для себя Эту функцию Такой же полезной Как например 3D touch в айфонах Вот тоже Крутая функция Но все время забываешь Что она там есть Хотя у меня нет айфона Я забываю еще И от этого Но Это из такой вот серии Вот сюда было бы Классно например Вывести Google Now Ну если бы Samsung Разрешили сюда вывести А так тут только вот Те вещи которые Они разрешают Сюда добавить Но тоже хорошо Если вы Google Now Не пользуетесь А кстати на S7 Им пользоваться Очень неудобно Например Нельзя сделать Чтобы S7 Отзывался На окей Google При выключенном экране Только S7 Отзывается На своей команды При выключенном экране Также нельзя Вот сюда в левый В левую грань Вывести Вывести Экран с Google Now Тут есть какой-то брифинг Который в общем то Прикольный конечно Все дела Можно тоже Полистать новости в нем Он красиво сделан Сделан он На базе флипборда Симпатичный Не тормозит Новости показывает Но не Google Now Я вот привык пользоваться Google Now И к сожалению Его туда поставить нельзя Поэтому я вот пользуюсь виджетом И через виджет вызываю Google Now все время Опять же Вот эти Edge функции Они такие же полезные Как Google Now Но он тап Вот классная штука Но все время забываю Что она там есть И Это говорит о том Что Функции хорошие Но не жизненно необходимые И вот Может я наконец запомню В конце концов Что они там есть И буду им пользоваться Но все равно В итоге я забываю И не пользуюсь Многие жаловались Что у них есть какие-то Вот Случайные касания На грани У меня этого не происходило То ли у меня какие-то тентакли Специально заточенные Под этот же экран То ли это В моем экземпляре Действительно Работает некоторый Palm Rejection От Самсунга Причем я подозреваю Что он действительно есть Есть какой-то алгоритм Который должен Помогать Отталкивать Ладони Потому что Я сейчас покажу Явно касается Моя ладонь Сейчас И как мы видим Ничего поразительного Не происходит Все нормально листается Может если Ставить кастомный Лаунчер Это все дело не работает Но в целом Я никаких проблем С Edge экраном Не испытал Кстати для тех Кто скучает по iPhone SE И iPhone 5s Я уверен Многие обладатели Про ведущих Galaxy Узнают об этой функции А также обладатели Айфонов Например знают Но В TouchWiz Есть реализация Однорукого режима Однорукий режим Конечно звучит очень не очень Но в целом Вот это то Что это есть То есть Это уменьшение Вашего экрана До такого состояния Когда вы можете Спокойно Дотянуться До всех Четырех углов Экрана Не напрягая Особенно палец Ну и заодно Можете вспомнить Каково это читать С экрана А-ля iPhone 5 Или iPhone SE Еще интересная возможность TouchWiz Это парящие окна Которые Работают К сожалению Только с Нативными приложениями Samsung Кому-то это может понравиться Кому-то нет Кому-то кто-то найдет полезным Кто-то нет Я для себя особенно полезным Это не нашел И отключаю Но вот можно Например Калькулятор Сделать таким Парящим окном Реально Такого размера Как вы бы его хотели видеть И там Если вам надо Что посмотреть Отдельно Другое Что-то вы считаете Что вы смотрите на экране Можно вот так считать В маленьком калькуляторе Скажем Который парит Просто В любой точке экрана Где вам нужно Я опять же Не нашел это для себя Полезным Но Кому-то возможно Пригодится Также есть Функция Сплитскрина Которая работает Ну На мой взгляд Хорошо Она вот В ближайшее время Будет реализована В новом андроиде А в В Тачвизе Уже вон есть То есть можно Одновременно Скажем Листать Листать Гугл Плей И листать Ленту Твиттера Если вам Зачем-то это нужно Получить это все В кошмарном Страшном виде И Вот так вот Зачем-то Масштабировать эти окна В принципе Опять же Если вы пользуетесь Сплитскрином В чем я лично Для себя не нашел пользы Но если Нужно То он Есть И Он работает Более-менее Нормально В Galaxy S7 Edge Реально полезной Фичей Тачвизе Для меня оказался Расширенный буфер обмена То есть скажем Например Вы занимаетесь Сбором какой-то информации Из разных участков Статьи например Или Какого-то Места сети Это все можно Очень просто сделать С расширенным буфером обмена Скажем Вот например Мне нравится этот твит И я могу Его скопировать И в обычном варианте Мне бы пришлось Вернуться в заметки Вставить этот твит И снова поехать дальше И искать другой твит Который мне нужен Но я могу Продолжить То есть можно дальше Снова скопировать Нажать И можно Скопировать Еще вот этот А теперь можно Спокойно вернуться В приложение заметки Удержать палец И выбрать буфер обмена А в буфере обмена Как видите У меня тут еще Вещи которые Я раньше накопировал Но и Есть Три последних Твита То есть я могу Их все Понавставлять И в общем Это вот вся информация Которые Я собрал С сети Для Заметки Потом можно Буфер обмена очистить Если вам больше не нужен Но Сам смысл Что мне понравилась Эта фича Очень удобно использовать Вот такой вот Расширенный буфер обмена Вместо обычного На андроид устройстве В общем Подведем итоги По Samsung Galaxy S7 Edge Мне телефон Очень понравился Реально Очень сильное предложение Классный дизайн Влагозащита Я реально Проверил его на дожде Очень сильный дождь И шел И все нормально Телефон до сих пор работает Никаких проблем Отличный дизайн Классная камера С небольшим досадным Недостатком В виде геометрии Но вполне терпимым Как по мне Все остальные функции Этой камеры работают Просто отлично Отлично Для меня Телефон работал Отлично в сети Отлично ловил сигнал Никаких проблем Я с ним не испытал Великолепные габариты Отличный AMOLED-экран Просто супер яркость У него Отличные цвета Футуристичный дизайн С этой Edge Экраном Который В моем случае Кстати Не вызывал никаких проблем То есть Он только умел делать Что круто выглядеть И при этом У меня не было проблем С ложными касаниями Или чем-то еще Классный У меня есть Сканер отпечатков пальцев Опять же Он иногда Выдает ошибки Но все зависит от того Как расположить палец На нем Если все время Делать это адекватно То и ошибок Минимальное количество По скорости Он по моим ощущениям Даже быстрее Чем в последних Nexus Могу сказать Что в любой бы день Я скорее всего Его сейчас предпочел Nexus 6P Nexus 6P По-прежнему классный телефон Он мне очень нравится И его 32 гигабайтная версия Сейчас стоит в районе 500 долларов В зависимости от рынка Где вы его покупаете В то время как Galaxy S7 Edge Окажется на 250-300 долларов Его дороже Тоже в конфигурации На 32 гигабайта Но У вас всегда будет Расширение карточки Памяти для S7 Edge В некоторых версиях Будет еще и вторая Сим Вы получаете сразу 4 гигабайта Самой быстрой памяти Быструю флеш память Внутреннюю Вы получаете Защиту IP68 От Влаги И пыли Вы получаете Классный аккумулятор 3600 мАч И современные процессоры Все это вкупе Дает Отличную автономность Гораздо выше Чем О6P Также Вы получаете Современный экран Еще и в случае с Edge Он супер изогнутый Футуристичный И дело даже Несколько В изогнутости Сколько В отличной Цветопередаче Отличных Профилях Калибровки экрана В Nexus 6P Таким похвастаться не может Там всего лишь Один вариант Который выглядит Так ярко Другой вариант Выглядит довольно Бледно Но ближе к правде В то время как С7 Edge настраивается Очень хорошо Под пользователя И мало того Этот экран еще отличный Он меньше мерцает Он меньше остается Шлейфов При прокрутке Изображения Контрастного текста И также Он становится Очень яркий При дневном Свете Также возможности Камеры Явно у Galaxy S7 Edge Выше чем у Nexus 6P Несмотря на то что Если фото они снимают В принципе где-то даже Сравнимо То что касается Видео То S7 Edge Точно впереди А по автофокусу Так она вообще Впереди планеты всей Собственно говоря Все это Позволяет Совершенно спокойно Мне рекомендовать S7 Edge В противовес Nexus 6P Но конечно На стороне Nexus 6P Чистый Android В том случае Как у нас здесь Как известно TouchWiz Который в принципе Мне даже понравился На S7 Edge В нем очень много Клевых фичей Нужных Ненужных Но по крайней мере Все можно отключить Если они так уже мешают И в плане полезности Здесь очень много всего классного А само приложение Камеры так точно Намного лучше Чем то, которое Поставляется С чистым Android Будет интересно Посмотреть На то Что представить Apple В осенью И сравнить S7 Edge С будущим Айфоном Но я считаю Что на данный момент S7 Edge Один из самых Современных И крутых Телефонов Которые я когда-либо Пользовался Спасибо за внимание Подписывайтесь на наш канал Увидимся в следующий раз Всем пока